Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Мы рассматриваем житие от святых во свете Библии, чтобы люди были с открытыми глазами. Это вопросы задают, и на них отвечаю. Это научение какое. Паисий Великий, 19 июня. И вот блаженный Паисий, наставляемый подобным поучительным беседами, возгоревшись еще большей любовью к Богу, решил все сказанное ему исполнить в точности. И действительно, в продолжении целых трех лет, он с отчаянием соблюдал заповедь не смотреть на чужие лица и с прилежанием предался чтению божественных книг, непрестанно внимая Слово Божие наставлениями его. Преподобный же старец Памба, видя его преуспевающим, радовался такой добродетельной жизни его в Боге. Отечественно, наблюдая за ним, он руководительно вел его на дальнейшие подвиги. И благочестен, наставляя на всякое благоугодное дело и познание, скоро соделывая искуснейшим из иноков. Алипий столбник, 26 ноября. Ввиду того, что многие из них поселились тут при нем, тут же, святой повелел устроить два монастыря, мужской и женский, один по одну сторону столпа, другой по другую. Сам же стоял на столпе посередине, просвещая оба монастыря своим учениям и примером своей ангельской жизни и защищая их своими молитвами. Алипий дал им законы, уставы иночьского жития, повелев тщательно брести себя от козни бесовских, притом женщинам он особенно заповел, никогда не показывается на глаза мужчин. Мать преподобного была в сане деканисы, и хотя жила по-иночески, однако не хотела постригаться. Одно и то же, быть деканисой или докирей, говорила она. Сын неоднократно молил ее облечься в иноческое деяние, но она не слушала его, пока не получила указания на это в ночном видении. Тогда она уже сама стала просить сына о пострижении ее в иночество. Видите, как находились люди, какая была вера, отстал папа по двум сторонам и два монастыря, а только разговаривать об этом. Это значит, все было в жизни пропитано одним, спастись, и спастись это можно только в монастыре. Мать живет, все оставил, он непрерывно ей говорит об этом. До Сифея, 19 февраля, юноша же действительно был родственником одного воеводы. Живший до сели среди богатства, привыкший к изнеженному образу жизни, он никогда до сели не слышал слова Божия. Ничего не зная о Боге и не представляя себе, что такое монастырь, юноша отвечал, «Возьмите меня и отведите в какой-либо монастырь, сам я не знаю, куда идти». Некоторые из воинов, сопровождавших юноша, особенно уважали аву Сирида. Посему они и пришли в его монастырь вместе с тем юношей. Амон, 4 октября. Амон пошел в городе Трийскую и стал иноком. А мнимая жена его, оставшись в доме слоем, в скором времени собрала множество девиц и уневестила их Христу, а сама стала игуменью над ними. Спиридон Никодим, 31 октября. «Всякая душа, озаренная свыше благодатью, бывает проста». Притча 11, 26. «И в ней нет ни лукавства, ни лести, она сосуд и жилища самого Бога. Посему и апостол говорит, немощная мира избрал Бог, чтобы постромить сильное». 1 Коринфянам, 1, 27. К числу таких избранных принадлежал преподобный отец наш Спиридон. Все блаженное происходило из некоторого селения, он не был научен книжному искусству, не был силен в слове, но был велик своим разумом духовным и богоугодными делами. Имея в своем сердце страх Господень, начало всякой премудрости, он пришел в Печерский монастырь и стал вести здесь суровую иноческую жизнь. Не зная грамоты, он начал учиться книжному искусству, хотя уже не был юн летами. Все поддухновенные псалмы Давидова он твердо изучил и знал их на память. Святой подвижник с неослабевающей ревностью подвязался и заботился о спасении души своей. У него был благочестивый обычай. Всякий день он воспевал псалтырь Давыдову и не переставал до тех пор, пока не кончал ее всю в тот же самый день. Сие подвижники святые благоугодно работали в течение тридцати лет. Чистые, непорощные, исполняют свое послушание. Печенье – проспор. Посему, представившись в добром исповедании, они насыщаются славой Божией, которую зря не в виде приносимого хлеба, но лицом к лицу. Вопрос 2055. Всегда ли иноки были столь спокойны, при угрожающей ими опасности? Ответ. Случалось, что вкусив плена, они уже оглядывались. И потом, чуть жареным пахло, они уже были до чеку. Римлянам 5.4. От терпения, опытность, от опытности, надежда. Эфимий Новый, 15 октября. Помнились им уже заповедь Господа, запрещающие искушать Бога и повелевающие избегать опасных мест. Матфея 10.23. И посему, подвергшись раз опасности на своем новом местожительстве, решились оставить его. Но и Афон, куда они опять переселились, теперь уже не представлял из себя безопасного места. Знали варвары о его теперешнем населении, и посему делали счастье на него нападения. Уже многие из афонских иноков были пленены ими. По этой причине, три новых переселенца на Афон решились разойтись все по другим, более безопасным местам. Давид 6 сентября. Игумен отказывался, говоря, не можешь ты жить с нами. Тогда Давид сказал Игумену, знай, отче, что я, Давид, начальник разбойников. Пришел же к вам для того, чтобы оплатить грехи мои. Если же ты не захочешь принять меня, то клятвенно обещаю вам, что пойду обратно, приведу с собой своих разбойников, и всех вас перебью и разорю монастырь ваш. Услышав это, Игумен принял Давида в монастырь и постриг его выночный скейчин. Вопрос 2056-й. С какого времени христиане стали делать выбор между монастырем и миром? Вместе. Христом и миром. Ответ. Эта лавина и рекой развелось уже в 4 веке. Понятие христианства исчезло, а все уткнулось в монастыри. Там жизнь, там спасение. Это выгодно было только монахам и вредно для страны, для людей. Это привело к гибели и того, и другого. Христос и сегодня простирает руки ко всем, особенно к тем, кто носит его имя, христианина, и не слышит его голоса, и не понимает написанного в Евангелии. Иоанн 8, 43. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Памо, 18 июля. Какую мы выберем себе жизнь? Если будем заниматься торговлей, как наш отец, то кто знает, кому достанутся после нас плоды наших трудов. Да еще придется постоянно бояться, чтобы не попасть в какую беду, разбой, кораблекрушение. Выберем лучше жизнь монашескую. Вложим отцовское имение в небесную сокровищницу. Поступить так, мы души свои спасем. Вопрос 2057. Святые отцы-пустынники умели бороться с бесами. Разве их опыт нам не нужен? Ответ. Опыт нужен любой опыт. Даже отрицательный. Это тоже опыт. И тоже результат от обратного. Смотри на меня и не делай так, и спасешься. Ни один из отшельников не может сказать, что апостол Павел его брат, которому он подражает. 1 Коринфянам 4.16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 11.1. «Будьте подражателем мне, как я Христу». Монашество со всем, что вытекало из него, есть прямой вызов Новому Завету. Вызов подвигу Христа. Вызов апостольским подвигам. Монашество – величайшая самость. Тысячелетнее отвержение подвига Христа, умоляющие его заслуги. Пытающиеся своими силами достичь Сарства Небесного. Ринфянам 10.24. «Ибо свидетельствуем, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, а они не покорились праведности Божией». Антоний Великий, 17 января. Имея внутри ограды немного воды, он стал жить в полном уединении отшельником. Никогда сам не выходя вон и к себе никого не принимая. Лишь два раза в год он принимал через кровлю хлеб, приносимый ему другом, которого он ранее просил об этом, но с приносившим он не говорил ни слова. В такой непрерывной борьбе с бесами и в таком уединении вдали от людей преподобный Антоний прожил целых 20 лет. Получив этот дар, святой апостол Павел внушал. 2 Коринфянам 2.11. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Нужно, чтобы мы подражали апостолу и предупреждали других о том, что потерпели сами и вообще наставляли взаимно друг друга, хитро изменяя способ борьбы. А они, если не могут привести человека, бесы, помыслами, то пытаются обольстеть или запугать его призраками, принимая образ то женщины, то скорпиона, то превращаясь в какой-нибудь великана высотой из храм, в целые полки воинов или в какие-либо другие призраки, которые все исчезают по первому же совершении крестного знамения. Если в этом узнают их обольщение, то они являются прорицательными и силятся подобным пророкам предсказывать о будущих событиях. Он боится и крестного знамения, и добродетельной жизни праведников. И святой Антоний так говорил об этом. Великую силу возлюбленные братья имеют против дьявола чистая жизнь и непорочная вера в Бога. Но, поверьте моему опыту, для сатаны страшное бодрствование живущих по воле Божьей людей. Их молитвы и посты, кротость, добровольная нищета, скромность, смирение, любовь, сдержанность, больше же всего их чистосердечная любовь ко Христу. На той горе, где жил преподобный Антоний, возникло множество монастырей. Симеон Девногорец, 24 мая. Он захотел подвязаться на еще более высоком столпе. Почему для него и был построен столб, имевший высоту 40 ступеней. Когда Симеон приготовился восходить на столб это, то, узнав об этом, к нему пришел архиепископ Антиохийский. Также епископ Селевкийский, слышавший ранее о подвигах юного отрока, придя в монастырь с клиром своим, они, взяв с благоговением блаженного отрока, повели его с вожженными свечами сначала в церковь, во святой алтарь, где посвятили его в Сан-Диакона. А затем с пением псалмов возвели его на столб тот, и пребывал на этом столбе святой Симеон восемь лет. Блаженный же Симеон, пребывая на столбе и будучи укрываем Богом от варваров, пришедших в страну ту, с усердием молился ко Господу, прося его отвратить гнев свой от города и не отдавать его в руки врагов. Однако не мог умолить Бога и утолить праведного гнева Божия. В это время блаженному Симеону было от рождения девятнадцать лет. Никита Столпник, 24 мая. С молодых лет он отличался жестоким и обидчивым характером, устраивал возмущение и причинял людям много зла, привлекая их к суду и производя грабежи. Таких же подобных Симеон имел и друзей. Однажды, окончив свои занятия, он во время вечернего богослужения пришел в церковь и услышал следующие прочтенные там слова пророка Исаии. 1.16. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло и прочее. От этих слов он тотчас же пришел в ужас и, возвратившись домой, всю ночь провел без сна, размышляя об этих словах. На другой день по своей привычке он отправился к друзьям своим, развеселился в их обществе, и просил их обедать у него в этот день. После всего он пошел на рынок купить провизии, принесший ее домой, велел жене, чтобы она приготовила обед. И когда жена стала мыть мясо, то заметила, что из него необычайно течет кровь. А потом, когда она положила его в горшок и стала варить, то увидела, что в горшке пенится кровь. И выплывает на поверхность то человечья голова, то рука, то ступни ног. От этого она пришла в ужас и рассказала мужу. Когда же он пришел и сам увидел то, о чем рассказала его жена, то на долгое время его объял ужас. А потом, пришедший в себя, он с глубоким сердечным вздохом сказал, «Увы мне, много я согрешил». После этих слов, молясь и заливаясь слезами, он вышел из дома и, отошедши на одно поприще от города, пришел в монастырь святого великомученика Никиты. Здесь он упал к ногам Игумена с его монастыря и сказал, «Спаси погибающую душу». Изумленный такой необыкновенной переменой Никиты, Игумен сказал ему на это, «Испытай себя, пробудь три дня у монастырских ворот, плачь и исповедуй грехи свои перед всеми, кто будет входить в монастырь и выходить из него». Никита так и сделал. Три дня он плакал и молился, исповедуя перед всеми грехи свои. После сего он увидел вблизи монастыря болотистое место, поросшее тростником и множество летающих над ним мошек и комаров. Он пришел к этому месту, снял в себя одежду и, вошедший совершенно ноги в болото, сел в тростник и стал молиться Богу. По прошествии трех дней Игумен послал Инака посмотреть, что делает Никита. Инак пришел и, не найдя его у монастырских ворот, после недолгих поисков нашел его в лежащем в тростнике. Мошки и комары огромным облаком кружились над ним. Вернувшись в монастырь, Инак рассказал об этом Игумену. Тогда Игумен вместе с братьем монастыря пришел к Никите и, увидев его в таком положении, на болоте с комарами, что и тело его нельзя было разглядеть, так обильно текла из него кровь, сказал ему, «Сын мой, что ты делаешь с собой?» Никита же ничего другого не отвечал, а только говорил Игумену «Отец, спаси погибающую душу». После сего Игумен ввел его в монастырь, постриг выдачество и поместил в тесную келью, где он стал пребывать в постоянных молитвах и посте, проводя без сна дни и ночи. В это время злокозненный враг стал наводить на него страх различными видениями, но он ограждал себя от этих видений крестным знамением, призывая на помощь святого великомученика Никиту. И никому об этом не говорил. Вскоре Никита устроил себе близ церкви столб и выкопал узкую тропинку под церковную стену, которую и приходил в церковь на молитву. За такие подвиги он получил от Бога дар чудотворения, так как многие, одержимые различными недугами, приходя к нему, получали от него исцеление. Николай Исповедник, 4 февраля. Родители блаженного Николая были христиане. В раннем детстве он был отдан обучаться Слову Божию. Когда же отроку исполнилось 10 лет, и он уже достаточно навык в чтении священных книг, родители отослали его в Константинополь к дяде его, блаженному Феофану, который был иноком в студийской обители. Феофан любезно принял своего племянника и отвел его к игумену студийской обители преподобному Федору. Преподобный Федор, проведя, что отрок имеет быть избранным сосудом Божиим, благословил его и велел ему до времени оставаться вне монастыря, в особом здании, где помещалось училище для юношей. Когда же Николай пришел в возраст, игумен, видя его благоразумие, оравно кроткий и смиренный нрав, поместил его внутри монастыря и постриг вынощийский чин. После нескольких лет добродетельной жизни в монастыре игумен принудил Николая принятие священства. Сергий Радонежский, Сергий, 25 сентября, стремясь к отшельничеству в Арфоломей, вместе с братом своим Стефаном отправился отыскивать место, удобное для пустынной жизни. Долго братья ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, столь прославленный именем преподобного Сергия. Место сие в то время было покрыто густым, дремучим лесом, которого не касалась рука человека, ни одна дорога не пролегала через сей лес, ни одно жилище не стояло в нем, лишь только звери да птицы обитали здесь. С горящей молитвой обратились к Богу братья, призывая Божие благословения на место будущего обитания, и придавали Его святой воле свою судьбу. Великой радостью был объят юный подвижник, когда увидел, что исполнились заветные его желания. Семь дней новопостриженный инок неисходно пребывал в церкви. Он весь был объят радостью, и душа его горела божественным огнем и благочестивой ревностью. Святой Сергий, оставшись на том месте один, ревностно подвязался, умерщвлял свою плоть постом, бдением и многоразличными трудами. А во время лютой зимы, когда от мороза трескалась земля, переносил он стужу в одной одежде. Вскоре под руководством преподобного собралось 12 человек, и долго не изменялось сие число. Если кого-либо из братьев постигала кончина, то его место приходил другое. Так что многие усматривали в этом числе совпадение. Число учеников преподобного было такое же, какое было число учеников Господа нашего Иисуса Христа. И ныне же сравнивали это с числом 12 колен Израилевых. Пришедшие построили 12 кельей. Сергий вместе с братьями обнес келью деревянным тыном. Так возник монастырь, существующий по благодати Божией доныне. Вопрос 2058. Всегда считалось за благо, если в семье кто-то обрекал себя на служение Богу в монашестве. Это был ходатай за все родство. Этих ушедших любили и хвалились ими. Разве это не от Бога? Спастись наверняка. Ответ. Просто достачуно, как мудро все у монахов устроено. Он ушел, возвысился в послушании и выноческих подвигах, отрекся от мира и победил плоти, воюющие в теле грех. Ни разу ни Христос, ни апостол не поведали нам сию монашескую тайну, что Бог больше любит и лучше слышит того, кто живет в горах или за монастырской стеною. И что кто этого молельщика будет кормить, этот труженик менее угоден к Богу, и что его селенина меньше слышит Бог, чем его подопечного. Во множестве житий говорится, что кое-кто, кто-то кормил постоянно этих затворников и отшельников, приносил им пропитание, подвозил теплые хлебы, масло, вино. Но имен этих благодетелей почему-то животописатели не сохранили в истории. Почему? Выходит, принимали из рук своих кормильцев подношение, как должное, что весь мир обязан их кормить, но Бог слышит каждого. Иоанна 6,37 Приходящего ко мне не изгоню вон. Исайя 65,24 И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. То говорят, что пророку Ильи монахи подражают, то мощам Ильи сея, и притом ничего есть пророка Ильи, и нет, все выдумка нынешняя. И новое это дело в IV веке заполонило сознание желающих спастись наверняка. Но это совершенно новый путь, совершенно не евангельский, а по Павлу Фивейскому, по Антонию Пустынно-любителю, назови как хочешь. Но это и спротивление указания Бога идти в мир и благовествовать о его любви. Нужно не подражать апостолу Павлу, нужно подражать, а не Антонию. Марка 16, 15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Словосочетание проповедуйте Евангелие в Новом Завете встречается 15 раз. А уходите в пустыню или бегите от мира ни разу. И невозрожденное существо хватается за выдумки человеческие, а Божие пренебрегает. Это все так всосалось в кровь, и у сегодняшних живущих в миру монахов, монахинь, инокинь, которые монашества и не нюхали. Они готовы тебя живьем похоронить, чтобы только ты не говорил никому, что они и есть самые первые нарушители священного писания со своим целомудрием. Первая книга Царств, 15-23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и дало поклонство за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя. Что пользу называться девами, а оставаться за дверьми послушания. Матфея 25, 11. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам! Он же сказал им в ответ, «Нет, истинно говорю вам, не знаю вас. Антоний Великий, 17 января». В то время в недальном расстоянии от селения Антония проживал один старец, который с молодых лет предавался уединению иноческим подвигам. Победавшись с ним и получив для души пользу от этого, Антоний начал подражать ему и также искать уединение в различных местах поблизости от своего селения. Если и после этого ему доводилось слышать о каком-либо отшельнике, он подобно благоразумной пчеле отправлялся искать его и не возвращался назад, пока не находил отыскиваемое через свидание и беседу с ним не извлекал, подобно тому, как пчела извлекает мед некоторой пользы для себя. Чтение Священного Писания он выслушивал с таким глубоким вниманием, что не забывало считаемое решительно ничего. И при стогом соблюдения всех заповедей Господних память стала заменять ему самые священные книги. Он думал и о том еще, что каждый подвижник должен подражать великому Ильи, имея перед собой его образ, изучать по нему, как перед зеркалом, свою жизнь. Потому он отправился к находившимся недалеко от селения гробницам, упросив прежде одного из знакомых, чтобы он приносил ему в известной дне пищу. Тот запер его в одной из таких гробниц и там в уединении блаженный предавался безмолвиям. После этого Антоний пошел к вышеупомянутому старцу, у которого он искал руководство в самом начале и стал упрашивать его пойти поселиться вместе с ним в пустыне в каком-либо малодоступном месте. Когда старец отказался и по причине старости, и по причине новизны такого образа подвижничества, Антоний бесстрашно отправился в один далекий путь к неизвестной среди монахов горе в пустыне. До преподобного Антония Великого и его современника преподобного Павла Фивейского среди христиан совсем был неизвестен такой вид подвижничества, отшельничества. Арсений Киркирский 19 января с юностью он посвятил себя на служение Богу и принял иноческое пострижение. Перенесение мощей Алексея Метрополита это место жития святого праздник так отмечают 20 мая на том же основании между этими двумя храмами был выстроен новый храм во имя святого апостола Андрея Первозванного для иноков обители, чтобы они всегда и особенно в зимнее время могли слушать различные церковные службы отдельно от сторонних посетителей монастырских храмов. Кроме всего на западной стороне всех этих зданий была устроена другая трапеза для принятия иноками пищи, чтобы они во всем были отделены от приходящих в обитель суетных мирских людей. Думали об одном только Боге и заботились в своем спасении, ревностно упражняются в молитве, посте и рукоделии, так как в этом и заключается вся жизнь иноческая. Для этого же были устроены разные входы в храм, входы со вне и обители. Для мужчин особый вход в храм святого Алексея, а для женщин также особый в храм благовещения при святой Богородице, чтобы приходящие к многоцелебным мощам святители входили в эти храмы со вне монастыря и стояли в них, не смешиваясь, каждый пол в особом храме, мужчины отдельно и женщины отдельно. Для иноков же, живших в этой обители, были устроены в эти храмы и трапезы другие входы изнутри монастыря. Это для того, чтобы иноки могли проводить безмолвную, чуждую суеты жизнь, а также для того, чтобы по преданию святых отцов и по уставу обители иметь монастырские ворота всегда закрытыми и этим воспрепятствовать мирянам безвременно входить в обитель, а инокам во всякое время выходить из нее. Ефимий Новый 15 октября Так как Феастерик, не перенося тяготы излострадания строгой безволной жизни, возвратился на Олимп, то святой Ефимий на подвижническом своем поприще соединился с некием, еще до него подвязавшимся на Афоне иноком Иосифом. Но вскоре младший оказался учителем старшего. Брат, так как мы, будучи в чести, по словам Давида, преступлением заповеди уподобились несмысленным скотам и лишились своего благородства, то сочтем самих себя за скотов и в течение сорока дней будем питаться одной травою, поникших в земле как животное. Может быть, очистившись через сие мы опять получим свою по образу Божию и по подобию красоту. Вот что услышал от Ефимии Иосифа. Иосиф согласился с этим предложением-то. И они оба провели сорок дней, терпя жажду, холод, голод и жар. Едва была пройдена сия новая ступень лестницы христианских добродетелей, как святой Ефимий снова предложил своему подвижнику следующее. Оставим теперь доброе Иосиф злострадание жития беспокровного. Заключимся в какой-нибудь пещере и будем оставаться в ней неведомыми от всех других находящих здесь иноков. Положим самим себе в закон, как бы он не шел к нам от Бога, этот закон, чтобы ни тот, ни другой из нас не выходил из пещеры прежде окончательно трех лет. Если же кто из нас в течение этих трех лет умрет, то будет воистину блажен, как человек до конца жизни сохранивший размышления о смерти и громом для него добудет сия самая пещера. И когда по изволению Божьего мы пребудем живы, умрут по крайней мере насколько себе возможны наши страсти и плотские пожелания, и мы изменимся к лучшему. Иосиф принял и сие предложение. Подвижники нашли для себя пещеру, заключились в ней и едва едва поддерживали свое существование скудной растительной пищей, состоявшей из рожьих близ пещеры желудей и каштанов. Вся жизнь была исполнена величайших подвигов, каковы были вседочные стояния, непрерывный пост, постоянное колено преклонения, спаде на голой земле, провождение времени в пещере без вожжения огня. строго сохраняя между собой молчание, они сели и нарушали его иногда. Если нарушали, то разве только беседами о молитве и других душеполезных предметах. Через год у подвижников не было даже ветхворубище, которое могло бы защитить их от множества разного рода насекомых, причинявших нестерпимое беспокойство их телу. Это были в полном смысле слова мученики без загонений. Однако сподвижнику Эфимия через год оказалось не по силам нести, дали добровольно принятые им на себя крест страданий, а слабев силами он оставил Эфимия. Это был уже второй инок, которому оказалось не по силам соревновать подвигом Эфимия. Но сам Эфимий после всего лишь усилил свои подвиги. Аминь.